Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Иван Голь, немецко-французский поэт, один из представителей экспрессионизма. Я пользуюсь Википедией. Родился в 1891 году в Лотаринге, в семье еврейского торговца одежды. В то время этот город входил в состав Германской империи, присоединившей эти земли в результате Франко-Прусской войны, однако его жители по большей части все еще считали себя французами. Изучал правоведение в Тарасбургском университете. Получил степень доктора философии. Будучи пацифистом, в начале Первой мировой войны эмигрировал в Швейцарию. Жил в Цюрихе, Лозане, Асконе. По окончании войны Голь переехал в Париж. Вторую мировую войну он провел в эмиграции в США, лишь в 1947-м вернувшись во Францию. Голь так до конца жизни не мог ответить себе на вопрос, в какой стране он принадлежит. О себе он говорил так. По судьбе евреев, по случайности француз, по бумажке с печатью немец. В 1917-м, находясь в Швейцарии, Голь познакомился с немецкой писательницей и журналисткой Клэрой Айшман, более известной как Клэр Голь. Они поселились в Париже в 1912 году и поженились в 1921. Произведения Голя сыграли значительную роль в истории экспрессионизма. Он писал на трех языках, немецком, французском и английском. Как лирик, Иван Голь принадлежал все-таки к немецкому экспрессионизму. В нем он был своеобразным проводником идеи французского сюрреализма. В 1919-м году в знаменитую антологию «Сумерки человечества» была включена его поэма «Панамский канал». В 1124-м в Берлине вышла в свет его сатирическая драма «Мафусаил или вечный обыватель». В ней появились элементы театра абсурда. Одно из главных его произведений цикл стихов «Иван Безземельный», который состоит из 39 стихотворений, в которых прослеживается влияние книги Ова «Легенда о вечном жизни». В этой книге проглядываются автобиографические элементы, хотя посвящена она теме бездомности человека вообще. Эти стихи песни отличаются своеобразным, напоминающим маршевым ритмом. В Париже Голь сблизился с Шагалом, Маяковским, Эйзетриоли, Ходосевичем и другими. В 1939-м уехал в США, поселился в Нью-Йорке, писал для радиостанции «Голос Франции» и издавал журнал «Эмисфер» в полушарии. В 1946-м вернулся во Францию, вышел светлого поэма «Миф о пробитой скале», «Элегия их питонги», «Триумфальная крестница судьбы» и т.д. Произведение Голя переведено английский, испанский и японский языки. В 1945-м ему поставили диагноз лейкемии. Он написал атомную элегию и другие, преследуемые смертью стихи. Этот поэтический язык заключительной фазы творчества Голя богат хтоническими силами и образами, распадом материи, вдохновленной атомной бомбой, алхимией и кабалой, которую Голь читал в то время. В своем поэтическом завещании Голь овладел синтезом экспрессионизма и сюрреализма, на которые его творчество намекало большую часть жизни. Именно по этой причине он попросил жену уничтожить все его предыдущие работы. Но в конце концов они были отредактированы, опубликованы Клэр. Голь умер в возрасте 58 лет, был похоронен на кладбище Перлашес напротив могилы Фредерика Шопена, эпитафия на его надгробии. Я не продержался дольше, чем пена на губах волны, на песке. Рожденный без звезды, безлунную ночь, мое имя было только тленным рыданием. Клэр Голь умерла в 1977 году. Извещала городу Сен-Дье-де-Вагес несколько французских рукописей, библиотеку супругов, их произведение искусства и мебель. Декорации, включая реконструкцию его парижской квартиры, сейчас выставлены в музее Пьера Ноэля. Ну а теперь я бы хотел немножко познакомить вас со стихами Ивана Голя. Последний романтик. С волнением жду на вокзалах весну. Локомотив тоски больше не делает остановок. Пять тысяч почтовых голубей с неверными адресами я послал след моей неведомой влюбленной. На дом велел доставить соловьев в роялях, но они задохнулись в летние ночи. Я приобрел землю в пампе с прирученными тиграми. На ярмарке выиграл алюминиевую луну. Оказалось плохой товар. Расплавилось до рассвета. Чьему сердцу доверить мне только что сорванные фиалки. Безутешно мечусь по Европе с мертвой ласточкой в кармане. Такое стихо повторит. Следующее. О мой лук с абрикосовыми губами, в тихих водах твоих глаз трясут хвостом трясогуски, а я, я омываю свою усталую душу. Незабудки цветут в ямочках твоих щек, на тебя похоже точно племяшки. Ветер играет на арфе твоих волос, и как ангел далекий поет твое сердце. Следующее. Спи, больное мое дитя, мне хочется остановить вращение земли. Смазать шестеренки луны, поржавевшие от твоих слез. Впиться в глотку астматику ветру, будущему всю Европу, чтобы дать тебе поспать. Я бы ватой подбил трамвайные рельсы, дождь в снег превратил, и каждое утро стрелял бы дроздов, чье пение может поранить твое, как улани, робкое сердце, чтобы дать тебе поспать. Следующее. На моих щеках татуировка твоей улыбки. Мой рот вылеплен твоими поцелуями. Кислота твоих слез оставила следы на моих ладонях. От твоих немеркнувших писем разбухают мои карманы, неуязвим для любого взора. И все же ты в страхе, что женщины будут смотреть на меня. Из книги «Седьмая роза» 1928 год. Секретарь называется «Двое». Они жили плоти, ребро к ребру, глаз в глаз. Вместе ели мясо одного быка, плоды с одного дерева. Глядели на море, сходили на горы, спускались с них, сетывали на жизнь летом, сетывали на жизнь зимой, сетывали на жизнь осенью. Весной он умер. Лишь тогда она поняла, что никогда его не любила. Следующее творение называется «Любовь дня и ночи». «Был день, была ночь. День любила ночь, ночь обожала день. Они приходили и уходили, и их было двое. Они бродили рука об руку, но не были вместе. Ему нравились маленькие муравьи, ей маленькие львы. Он здоровался с людьми, она с мужчинами. Молодым был день, молодой была ночь. Когда друг на друга они взглянули, они стали старыми». Ну и последнее творение вот такое. «Ты была пряной гвоздикой, летней бузиной, маленькой бабочкой, нервной антилопой, веселой быстрой форелью, последним вечерним облаком, не спеша исчезавшим из мира. Другие дни, в другие дни ты была просто женщиной». Ну вот так немного мы узнали о немецко-французском поэте, одним из представителей экспрессионизма Иван Голь. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok